привет дорогие мои дружи привет 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 вы знаете у меня сегодня достаточно отличное настроение но этого хватит еще буквально на пару часов пока светит еще ядрёно солнце а потом все привет такие радужные все приветливые грей просто не поменять салон видишь ли тут дело в потолке у него как черный даже салон красиво все там с деревянными вставками там с охерительной прошивкой все то есть вообще огонь но дело в том что если сюда просто сделать вот эти убогие чехлы это весь вид испортит это во первых во вторых из-за того что черный потолок то есть его надо тоже менять а за мой потолок браться мало кто хочет и вообще никто не хочет обычно сидушки а из-за сидушек этого из белые я не могу поставить потому что белый салон и серая audi между друг другом вообще не сочетаются и получается просто колхоз соответственно сюда нужно ставить красные спортивные кожи вот тогда машина уже будет сочетаться то есть к audi a7 больше подходит либо черный либо красный салон и тут такой момент а что если мы перекроем все эти сиденья на красную кожу а толка не будет потому что потолок все-таки остается черным из-за этого может быть все равно недостаточное освещение тут надо конечно вот эти вот моменты все учитывать ты кто такая чё за тупорылый вопрос кто я такая если ты не знаешь кто я такая чё ты здесь сидишь так значит привет тебе не холодно всегда раздета нет у меня всегда печь херачится страшная сила и у меня это жара мальдивы может ну его нахуй может быть ну и потому что я вчера даже смотрела может быть обмен устроиться приехать и вот этот патрайды ну поменять на с другой салона она давно мне нет конечно такая красивая машина не значит может перешивкой чё думать не знаю оставлю этот вопрос но потом у кого день рождения день рождения поздравляю счастья радости желаю так потому что у шикарной девушки должна быть соответствующая машина у меня-то соответствующая машина она мне просто идеально подходит я ее безумно люблю гречек мой сладкий любимый ни на что у тебя не променяю думала я так здравствуйте подскажите 13 мини как по размеру после 11 я тебе скажу так что он настолько хорош вот этот 13 мини что я даже не хочу пользоваться промаксом потому что он вообще кажется таким неудобным а 13 мини он маленький такой вот такой прям комфортненький такой прям удобненький история с него снимать угарно там и в принципе тут какие-то такие дела знаешь так вот быстренько чик 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 а 13 промаксом тяжелый все равно но в мини батарейка садится достаточно быстро вот в чем я такие вопрос зачем даешь имена машинам мои машины это как знаешь кони и у каждого коня у каждой лошади есть свое имя вот поэтому вот у моих коней тоже есть имена и эту зовут грейблби так рада что соня будет покупать машину а как я могу быть тому не рада милф какой милф не зря я бмв не хочу дурацкий ник а почему ты не сделаешь белый салон в машине потому что это убогая audi a7 с белым салоном и серым кузовом типа не очень колхоз даже в магазинах такие за редким исключением под заказ только делают кому надо вот прям край белый салон но это некрасиво в спортивной машине должны быть спортивные седла красивые либо черные либо красные вот кто свою машину федором назвал тоже молодец так ты про меня не говоришь потому что тебе айк подарил это я у айка его попросила я сама сказала что мне нужен этот айфон потому что я приходила в магазин я его трогала ощущала он мне понравился вот и поэтому я ему рада не потому что айк подарила потому что это реально гораздо круче чем 13 pro max медитации конечно же я слушаю почему почему наращиваешь ресницы а не отрастишь свои ногти дело в том что ты задала очень глупый вопрос я даже растерялась не знаю как тебе правильно на него ответить почему ты наращиваешь ресницы и не отращиваешь свои ногти так значит не хотела бы жить в теплой стране хотела бы настя подскажи витамины для волос стала не рекомендовать вам больше какие-либо витамины потому что перед приемом любых витаминов нужна консультация со специалистом почему наращиваешь ногти они отрастишь свои ногти вот так более интересно постановка вопроса чем непонятно что вы имели ввиду я у меня свои ногти опа так ты не думала виниры поставить нет не думала нахуя я это смотрю я не знаю вообще нахуя ты это смотришь увидишь тебя настолько затягивает и ты настолько впечатлен или впечатлена мной моим прямым эфиром моим потрясающим ангельским голосом что просто не можешь отсюда выйти я затягиваю людей затягиваю и они больше не могут потом от меня никак отвернуться так я обожаю вас спасибо вам большое это не кожаное платье это такая кожаная кофта из love republic блефора боишься делать мне ничего не боюсь я сейчас главное рожу ребятишек а потом мне уже мне кажется ничего не страшно в этой жизни так ахаха анестезиологи анестезиологи лучше анестезиологи анестези это хотела сказать так лучшая любовница пьяная жена быть может ну я считаю что лучшая любовница и трезвая жена все зависит от степени вашей прожаренности как сказать если вы очень замкнутая по себе и не можете по трезвую голову совершить каких-то чудейности для своего мужа конечно нужно набухаться непременно непременно и тогда из вас польется вся вот эта вот страстина но если же вы все-таки максимально раскрепощенная женщина и без алкоголя то ваша поговорка сюда не подходит так нет сайка мы живем порознь несмотря на то что мы муж и жена мы решили до конца наших дней жить в разных квартирах но может быть после того только как родиться ребенок тогда у нас произойдет первая ночь и мы сойдемся и будем жить в одной квартире так боже какая дама спасибо большое как раскрепостить себя женщины раскрепощенно в постели чувствует себя с мужчиной который очень правильно умеет обращаться со своей женщиной просто есть такие мужчины которые ни раз ни два ни полтора ничего не понимают что делать нужно и ты его думаешь блять может быть что-то со мной не так вот прям до тряски ну что может быть ну не знаешь как чё это это взращивает в тебе комплексы и ты потом на всю жизнь такая в недопонимании блин чё делать как быть просто вот откинь вот это наверное все вот эти свои стеснения куда-то бы быть ну львицы тигрицы ну а кто если не ты не знаю блин не знаю как объяснить настя чтобы ты посоветовала 37-летней маме как заработок я не хочу чтобы вы видели меня для себя каким-то супер крутым мотиватором который вам подскажет как вам изменить свою жизнь в плане финансовой стороны потому что я даже сама не знаю кем я буду когда мне будет 37 поэтому я единственное что могу сказать занимаетесь вот чем вот хотели бы заниматься хочешь вышивать красивые кружевные пижамки вышивай хочешь на не знаю на пяльце цветочки вязать вяжи вот чем заниматься очень много есть вариантов было бы желание какого цвета глаза всегда по-разному расскажи пожалуйста про результат про поводу лазера ну из-за того что я очень волосатая женщина у меня достаточно сложно убить волос вот поэтому я уже хожу два года они все равно растут у меня и растут а допустим девчонки ходят в эту же в этот же лазер делают его и например после третьего после четвертого раза волосы уже не растут у меня единственное это то что если раньше там приходилось дать себе какие-то части тела выбривать день через день то сейчас это происходит раз в месяц но для меня это уже большая удача достаточно света в салоне не меняю машинку это вам так кажется какой бизнес можно открыть на субсидию 250 тысяч рублей не надо прикасаться к моей машине когда рядом идете ну не надо блять прикасаться ни мизинчиком не пальчиком вот есть вот такие вот бабы идут со своими сумками и куртки вот так раскрыты а там вот эти металлические замочки вот они проходят и вот прям надо вот расстояние отсюда до туда 50 километров нет нужно именно вот машину так вот за день потрогать блин ненавижу вот ненавижу просто такие движения аферистические мой маленький гречек мое солнышко так нас что за уколы это перед беременностью подготовка я не беременна потому что то что я сейчас принимала нельзя было беременеть в принципе а вот сейчас скоро можно будет так я тебе говорю не как серпом по яйцам это насти покажи как ты красишь нижнее веко дело в том что я не сижу сейчас утрельяжного стола но я попробую импровизировать вот я беру свой карандаш от менли про открываю колпачок блин не поточено беру точилку так теперь нормально блин тут какой-то волосок на кончике все убрала все чисто подхожу такая зеркало опуская вот так нижнее веко и начинаю по слизистой красить себе глаза именно нижнее веко а А я сижу, присматриваюсь, будто это реально красить. Да, покажи эту рубашку вечером. Да, чего ее показывать вечером, когда можно сейчас? Такая вот рубашка нехитрая. Надо вот только у меня стоять вот здесь вот и что-то делать какие-то движения. Так, назови два качества, которые я обожаю в Вайке. Брутальность и зерность, но это если два, так-то я могу перечислять до послезавтрашнего дня, причем до ночи. Настю, что за уколы ставила? Друзья, ну какая разница, витаминные уколы. Термозащита помогает вам или не особо? Термозащита только портит мои волосы. Я вам так скажу, вот я, например, термозащитой пофышкаю, и я вот знаешь, как этот, еж из мультфирмы, не знаю, кто там, смешарики или кто, вот так трачком все, потом приходится как-то вот, не знаю, ну просто все, вот оно, термозащита, вот, попользовалась называется, все стоит, все бы так стояло, как эти волосы. Так, значит, кого ждешь? Настя, ты сама на квартиру заработала? Нет, я очень из богатой семьи, мне родители купили квартиру, как и машину, а я сама вообще ничего не умею делать. Я себе покупаю только, не знаю, там, помаду. Ну, конечно, я сама заработала на квартиру. А покажи, как это он брутальный. Как это он брутальный? Ну, вот он такой, типа, такой, сейчас все поймешь. Я такая стою, а он такой смотрит на меня и такой, я такая, ааа, а он такой, я такая, ааа. И вот в этом как-то и проявляется вся, ну, брутальность. Еще коленки вот так вот от вида его, о боже, такой вот брутальный. Так, что такое созидать? Созидать это, вот есть осязать, а есть созидать. Я не знаю, что такое созидать. И никогда в жизни не употребляла это слово. А ты созидаешь то или иное вещь? Нет, я не созидаю, а ты, а я созидаю. Итак, из-за того, что я не знаю, что это за глупое слово, я сейчас его прочитаю. Созидать. Тут какой-то турецкий заседанник в словарях. Google тоже не знает, что это за слово, вероятность, то, что вы его просто придумали. Так, что-то все прям черное. Ну, созидать, накапливать. Я созидаю деньги на свои новые цели. Создавать, значит. Ну, видите, вы сами не знаете, то созидать это заканчивать, то это накапливать, то это мастурбировать, то еще что-нибудь. Поэтому я тоже, как и вы, не знаю. Так, ты красивая. Созидать это, создавать. Ну, здорово, значит. Я созидаю потрясающий влог, тем самым создаю благоприятную радужную атмосферу для своих людей. Чисто армянская женщина получилась. Я чисто русская женщина, чисто с армянским мужчиной, и ничего во мне армянского нету. Так, Соня, выйди после Настиного эфира. Тоже в эфире. Я, кстати, за ней скоро поеду. Это формировать. Ну, вот. Формировать, создавать и так далее. Давайте кто-то один общее определение скажет, все мы запомним и будем иметь в виду. Heavy amp. Heavy amp. Позор. Ну, что такое позор? Где я сейчас здесь? Просто, блядь, опозорилась. Я не знаю, что. Я на глазах у людей обкакалась или что. Я бы не сказала, что это позор. Просто я не использую в своих, сказать тебе, не использую я в своих речах вот эти вот заумные слова, значение которых я не знаю и никогда вообще не слышала. Ну, мне зачем задавать эти вопросы? Такое ощущение. Вот вы видите то, что я прекрасна во всем, да? У меня все есть. Я там всего добилась. Я умничка, хорошая, красивая, чертовски сумасшедшая, приятная. У меня есть потрясающий муж. У меня в жизни все сложилось. И нужно, блядь, что-то найти, какой-то изъян. Нужно спросить, что такое созидать. И вот если она не скажет, вот это позор. То есть позор у нас это не то, что тёлки скуриваются там, да, сбухиваются. Это не позор. Не позор то, что залетают там по пьяни в клубах. Это не позор. То, что работают проститутками, это не позор. Все не позор, но, блядь, созидать слово, это прям вообще позорище полнейшее. Вот. Я считаю, что немного не туда вы написали это слово. Так. Созидание. Внутренний процесс, с помощью которого человек познает себя, окружающий мир и находит новые идеи и решения для творческого изменения реальности. Все. Я прям запомнила. И в следующий раз, когда меня спросят, я вот прям вот это вот определение и расскажу. Так. Черная роза. Господи Иисусе, да хоть раз бы дай мне спонтануться где-то перед своими подписчиками. Да нечем понтоваться. Ну вы такие дикие вообще. Просто. Если я сижу в машине, это не значит, что я понтуюсь. У каждого второго человека есть машина. Где понт? Где, сука, понт? Ты что, тупая, что ли? Я, блядь, понять не могу. Так. Милена, нет. Сумка, огонь. Да, сумка мне понравилась. Сиди, малышка, сюда. Я тебе покажу. Вообще красивая. Так. Если девушка курит, это позор. Ну, это не позорно, это некрасиво, но сигареты я даже не имела в виду. Я имела в виду больше про вот траву, да. То есть, как девушки упарываются наркотой. Все-таки вот это я считаю, что для девушки позорно. Так, Настя, ты охуенная. Просто в мелочах. Вот. Спасибо большое. Четкие комплименты от четкой подписчицы. Злая такая стала. Ну, а что ты думаешь, если мне будут писать гадости, я буду раздвигать ваши ягодицы и начать подлизывать нежно, а потом грубо? Или что вы хотите от меня? Естественно, когда она меня гонит, я гоню тоже. Только вдвойне. Да так, чтобы больно было. Понимаешь? Понимаешь? Те, кто ко мне хорошо относятся, я к ним вдвойне хорошо отношусь. А вот это все, что набежало ко мне, откуда ни возьмись, по непонятным причинам, лишь бы вставить свое слово, а я с такими еще разбиралась, наверное, начиная с 2000, не ошибусь, 15-го года. Просто попиздел ладошкой каждый. Вот так вот выдавала, 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 выдавала по очереди. И потом думаю, ну ладно, не буду на них обращать внимание. И вот когда перестала обращать внимание, опять взялись откуда-то. Нахера вы мне здесь сдались? Телки недотраханки. Так, что с ТГ-музыкой? ТГ-музыка у меня начнется вливаться в мой канал ровно в тот момент. Орбан Каенберг. Для вас уже даете для вас все два минуты. Конечно, да. Но все радует. И вот в этом все, что в Екатерин, это было двумя на улице. Может, это ухо и надо было внушением. А еще до улиц, это вспоминка. Орбан Каенберг. Мы 거는 оле жены, в котором я rapports, И вот у нас есть какие-то, какие-то, какún я попал, которые у нас не было. И вот он вот при этом веологии. Точно не лучше меня. Поэтому, поскольку я тебя здесь не сижу и не засираю, ты тоже можешь, если тебе что-то не нравится, взять и покинуть чат. Иди смотреть девочек, которые как раз-таки будут тебе нализывать твои маленькие чересла. Ну или большие, не знаю, до каких ты размеров их довела в свои 30 лет. Так, Настя, покажи сумку, но только же что показывала. А с чего ты взяла, что негативные комментарии твоих подписчиков это зависть? Ну, потому что это негативные комментарии. Это понятное дело, что у человека, который ко мне будет равнодушен, он мне не будет писать пакости. Есть девочки, которые меня очень любят, но хотят меня в чем-то поправить, и они пишут конструктивные комментарии. То есть, вот, Настя, было бы лучше, если бы ты, допустим, так не говорила. Или бы тебе больше красит, когда ты это, та и это. Вот, то есть, однажды мне сказали, ну, вот одна девушка мне написала, Настя, когда ты куришь электронные сигареты, это выглядит с твоей стороны не очень красиво. Так я этого и не делала после этого. Вот это конструктивный комментарий человека, который уважает меня, а я взамен его. Вот, а когда начинают писать всякую херню мне сюда, ну, это же очевидно, что, ну, просто зашли, увидели девку красивую, да. Надо что-нибудь гадкое написать абсолютно без какой-либо нормальной критики. Просто вот какое-нибудь говно надо оставить. Вот они оставляют, им кажется, что, ну, вот, все, я высралась на полную катушку, сейчас у меня будет на душе хорошо. Но анестези, так как не дает себя в обиду, наговнило еще в вашей душе еще больше, понимаешь? Вот от этого и начинают писать. Еще больше гадостей. А не пойти бы вам просто, ну, не знаю, там в лес грибы собирать. Что вы здесь сидите? Кстати, на зоне еще есть очень классные вибраторы по 1000 рублей. Вот, тоже можете себе заказать. Ну, и просто я всегда рекомендую там какие-то повязки. И тут я понимаю, что ситуация гораздо сложнее, что многим не только повязки, но и какое-то, это самое, ну, что-то такое ласкательное, бодрящее. И, ну, чтобы как бы дободрило вас, чтобы вы добрее стали, не знаю, вот можете купить себе, да. А дальше едем, смотрю, просто ради интереса, а не для красоты. Ну, вот, очень здорово, конечно. А то сидят тут, развонялись, блин. Такое ощущение, что я у них мужей увела. Дорогу им перешла. Как будто бы. Мне вообще почему так насрать? Как, что вы, блин? Как вы выглядите? Как вы рассуждаете? Вообще, почему мне по барабану? От меня что нужно? Мы выходим поболтать, да? Настя, расскажи, как ты красишь там себе слезную полосу. Расскажи, какой там помадой губы вчера накрасила. Делимся какими-то жуткими прибаутками и обязательно встревает сюда какая-нибудь перепелка, которая начинает па-па-па-па-па. Так, Настя, можно без фильтра вас увидеть? Нельзя. Каждое видео без фильтра записываю. Вы что, не смотрите мое видео? Почему ты не пользуешься красной помадой? Айка сказала, что это выглядит проститутски, поэтому я не крашусь красной помадой. А действительно, когда я накрашусь красной помадой, это достаточно так и выглядит. Так, слезную полосу. Так, сейчас бы парню знать, где ее брови. Но даже эти негативные комментарии создают тебе активы и приносят заработок. Просто ты так, Яра, обращаешь внимание на это. Все такое ощущение, что тебя это задевает. Меня это не задевает. Я, наоборот, очищаюсь от этого ненужного и бесполезного актива, который на самом деле вообще не приносит никакого заработка. Понимаешь? Мне заработок приносит совершенно другое, чтобы вы понимали. А не то, что я веду прямые эфиры и срусь здесь с глупыми девочками. У меня как-то вот порой бывают, мелькают такие моменты, когда у меня нету хейтеров. И как-то даже больше денег зарабатывается. Понимаешь? А от того, что пришла девочка и сказала, что фу, какая ты стремная, от этого ничего не добавилось. Так, Настюша, у тебя же иммунитет на хейтеров. Я бы так не смогла. Так, люди в БТП, при чем здесь фильтр? Идите отсюда. Я сижу с фильтром, потому что я так хочу. Мне нравится этот фильтр. Я объясняла это сто тысяч миллионов раз. То, что я не хочу. И так докапываются, до чего только могут. У меня, например, есть мешки под глазами. Но я не хочу, чтобы мы сейчас вокруг да около, чтобы я каждому пятому объясняла, почему у меня мешки под глазами. То есть я не хочу, чтобы какой-то, глядишь, где-то мой прыщ увидели. Хоть у меня нет прыщей. Я замечательная сама по себе. Но все равно, мало ли, вдруг есть, я что-то не заметила. И будет только это обсуждаться. Я не хочу это обсуждать. Все пытаются всю жизнь найти во мне какие-то изъяны. Хочешь посмотреть мое лицо? Загоди ко мне на страничку и смотри все мои видео. Они без фильтров. Волшебные проклятины хейтеры. Действовала? Да. Можно с собой снимать? Нет, нельзя. Она должна сама порваться, либо потеряться. Средства отпрошили доктор Джарс в золотом яблоке. А что в мешках? Золото. Самое-самое классное. Спасибо большое. Зато только те фильтры пишут. Ну ничего страшного. Все блогеры с фильтрами сидят. Никто ничего никому не говорит. А до меня нужно докопаться. Нет, мы, ну как обычно, проводим время. Сейчас еще у меня время полшестого. Где-то уже в семь мы с ним встретимся. И будем вместе. Маникюр вот такой. Рубашка из Love Republic. Да, это тоже есть один из пунктов, почему нить рвется. Она рвется либо потому, что впитала в себя болезни какие-то ваши, либо потому, что на вас какие-то сглазы, либо порчи, нитка все в себя всасывает и рвется. Я уже достаточно давно нитку ношу, уже не знаю, месяца, если не соврать, три. Она уже вся в катушках, и она прям не рвется. А когда в первые разы я надевала нити, через неделю, через полторы недели нитки рвались. Сейчас уже надолго хватает. Конечно же я рада, что я вышла замуж за Айка. Это мужчина, которого я безумно люблю, и как я могу быть несчастлива этому. Кольцо обручально охрененное, спасибо большое. Почему ты не устраиваешь батлы? Ну блин, как-то я в этом не вижу нужды особой. Батлы устраивают больше для того, чтобы перекидывать друг другу аудиторию. Я как-то, как вы видите, за количеством подписчиков уже давным-давно не гонюсь. Ну типа вообще, буква Ю. У меня количество не так радует, как качество. То есть мне очень важно, чтобы мои подписчики были вовлечены в мой контент. Просто есть такие блогеры, у которых очень много миллионов подписчиков, а статистика у них, ну не знаю, равна как у Сони. То есть, ну, такие чисто гивовские пришли, чтобы айфон выиграть, и ушли. Так, что за помада фирма? Это Романова мейкап Ice Kiss. Что за на губах? Карандаш от Романова, мейкап Ice Kiss. У меня один раз кольцо от негативной энергии лопнуло. Камень был какой-то. Ниточки по Новосибирскому я отправляю только Яндекс.Курьером. Я вот встречалась первое время с подписчиками. И это меня настолько остопиздило, вы не представляете. Объясню, почему. Ася, давай встретимся с тобой в четыре. Ну давай, вот мы в четыре встречаемся, девочки нигде нет. Ну где же ты? Вот я вот должна стоять и ждать каждого. Ну где ты? Ну когда ты приедешь? И вот так сидишь часами просто. То есть, такое безответствие, оно мне совсем не выгодно. То есть, вместо того, чтобы сидеть и ждать, когда ко мне подоспеет человек, я могу заниматься смело своими делами. И вот как бы из-за того, чтобы вот так вот каждого второго не ждать, теперь есть просто Яндекс.Доставка. И когда человеку удобно, я ему присылаю и все. Это очень тяжело. Вот так вот с каждым встречаться, каждого ждать. И у меня есть такой прикол. Я всегда приезжаю на встречу первая. За пять минут до встречи я всегда уже на месте. Конечно же, вот эту дисциплину выработать у всех покупателей наших нити невозможно. Это очень сложно, да? То есть, вовремя мало кто приходил. Ну это все уже. У меня вот здесь я устала. Я и так, например, даже не смотря на это, мне вот, например, пишут на сейвью, я отвечаю. Каждому отвечаю. То есть, у меня нету, когда у многих сидят там менеджеры, отвечают, отправляют. Нет, я каждому отвечаю, с каждым формируем заказ. Каждому отправляю. После отправки каждому отправляю трек-номер. То есть, почему в день рекламы меня в сторис практически вообще нет. Я просто сижу с утра до вечера и занимаюсь оформлениями. Да, челку мы отращиваем, потому что это уже все. Это мне уже все надоело. Я давала последний шанс челке, а теперь уже все. Наливаю чай или кофе с бутербродом включаю, как сериальчик. Уютно, так прикольно. Сразу слушаю, что вы говорите, и сам делом занимаюсь. О, прикольно. Я тоже вот так бы так хотела, но никогда никого нет в прямых эфирах, и поэтому я включаю сериал. Кстати, девочки, вот этот сериал, который я сейчас смотрю, который мне Соня посоветовала, Мистер Ошибка, он куда прикольнее и веселее, чем постучить в мою дверь. Он мне как-то больше прям понравился. Нету, знаете, вот этой вот какой-то там негативщины. Такой фильм на одном дыхании, точнее сериал смотрится, и так кайфово вообще. Запомните, Мистер Ошибка, посмотрите, пожалуйста, вам понравится. Турецкий. Погода, ну, нормальная. Уже, кстати, солнце садится. Только проснулась, уже солнце садится. Настюша, что за колбри, который ты делала? Нет, ничего, я всерьез не знала. Просто перед беременностью подготовка. Обще укрепляющие уколы, витамины всякие. Вам не кажется, что вы все на одно лицо, нос, губы, ресницы все ненатуральные? Я не знаю, кого благодарить, что я именно с такими на одно лицо. Потому что если бы я была с такими на одно лицо, как, допустим, вы, я не знаю, куда бы я себе делала. Поэтому, ну, что, что, нос, губы и все остальное, ничего страшного. Я с этим живу и вообще прекрасно. Так, Настя, расскажи, как относишься к посту? Держала ли ты его когда-то? Нет. Игорь, а я противопреждаю, что заебет эта челка. Сама же рубанула, глядя на тебя. А ты была раньше мне к тебе прослушаться? Девушка из какого города? А зачем вам, Андрей, такая информация? Я замужем. Настя, калории считаешь или ешь все, что хочешь? Очень отобразилась на моем животе. Теперь одеваю обтягивающее платье, и все думают, что я беременна. А что есть название челки? Челка заебалка называется. Вот так вот. Приходи в любую парикмахерскую и так говори, тебе такую же подстригут. А вы бы хотели удочерить девочку или сына? Ну, я бы хотела для начала своих детей родить. А если рожу, то удочерять и усыновлять не буду. Поскольку максимум, сколько детей мы хотим, так это два. Просто у вас нет снега. Как поднять самооценку? Очень сложная тема про самооценку. И не смогу я вам так вот за один ответ сказать. Раньше очень долго рассказывала про это все, но сейчас не хочу. А раньше ты живота считала? Нет, конечно, ничего никто не считал. Я сейчас набрала просто чуть-чуть килограмм. Я до встречи с Айком весила 48, а сейчас 53. Соответственно, 5 килограмм я набрала, они ушли все в живот. Ну, я и подумала, ну и нормально. Как раз я забеременею. И вот этот жирок, который тут у меня образовался из-за зависти хейтеров, естественно. Он чуть-чуть подрастянется. Ребенку будет где ночевать 9 месяцев. Потом, когда уже рожу, уберу этот домик. Так, какой у тебя рост? 173 см. Баррдис. А зачем ты пытаешься это самое? Как сказать? Леща кинуть. Так, вообще незаметно, что поправилось. А никто никуда не поправлялся, это вообще незаметная деталь. Это вот я, когда только платье одеваю, только тогда видно, что у меня чуть-чуть-чуть совсем есть животик, как у всех женщин. А то что это я ходила без живота? Собирала только эти завистливые взгляды и комментарии. А сейчас нормально, как все стало, все заебис. Так, ваш муж, это бывший муж Гуара Витясян. Вы что, совсем с ума сошли все или как? Так, какой Гуара Витясян? Какой ее муж? Это мой муж, он никогда не был ничем другим мужем. Когда забременишь, расскажешь или будешь скрывать? Ну, расскажу, конечно. Ну, не в эту же секунду, как только тест руки взяла. Чуть-чуть попозже, да точно расскажу. Настя, тебе нравится гелик? Друзья, мне нельзя говорить, нравится мне гелик или нет. Меня сестра убьет. Гелик мне не нравится. Вообще не мой. Никогда бы не поехала за рлем эта машина. Эта машина создана только для моей сестры. Так, нафига ей бывший альфон с Гуар? Ну, я не знаю. Когда с Айком только начали встречаться, писали многие, кто... О, потому что муж Гуар. Он вообще настолько разный. Да, и русская, а что, не видно? Ты веришь в совместимость знаков и прочую Гуарду, да? Вот ты мне скажи, в что я верю. Я тебе скажу. Я верю в... Вот в это, что ты написала. В совместимости. В сонники. Во всякие, типа, приметы. Во все верю, дурочка. Прогнозы астрологические. Обязательно. Я, Надя, пока не прочитаю прогноз, я не успаковываюсь. Так. Как тебя приняли в его семье? Замечательно приняли. Почему все спрашивают этот вопрос? Ну, типа, что могло бы что-то иначе? Так, Настя, что делаешь? Я все так же сижу там, где и писала тебе в сообщениях. Кофе я просто обожаю. Невозможно. Зачем покупаешь машину? Да, я планировала просто на будущее. Ну, я же не сейчас это иду делать. Рэбы, мои хорошенькие. Они это так говорят специально. На самом деле, никто тебя не будет продавать. Если и будем кого-то брать, то это еще одного друга. Так, значит, Анастасия, любишь готовить? Да, обожаю. Просто готовить, это мое хобби. Никогда в жизни не любила готовить, но ради любимого мужчины я начала это делать, и у меня уже стаж год. А вы думаете, почему я только один салатик, один супчик умею делать? Что могу, то я делаю. Когда уже будут дети, конечно, там нужно будет подзаморочиться. Каждый день же разные блюда все захотят есть. Вот и буду. Курицу не то, что я люблю готовить. У меня на самом деле вся морозилка в мироторговских стейках. Почему уточнила мироторг? Потому что для меня это самое вкусное мясо. Вот, то есть стейки я тоже обалденно готовлю. Айка их пробовала, они ему безумно нравились. Вот, но он обожает курицу. Поэтому я готовлю курицу. Блин, зачем же малышка пишет на эфирный телефон, когда можно написать совершенно на другой? Будешь ли ГВ или ИВ? Конечно же ГВ. Не, однажды тоже во мне проснется вот эта пуханая феечка, когда мне захочется смотреть. Вкусные там в духовке сожаристые блюда. Однажды мне тоже это захочется. Ну не то, чтобы захочется, вынуждена буду, ну как бы, вынуждена буду это делать, но сейчас у меня вот таких пристрастий нет. Мы их как бы не видим. Смысла мой. То есть, либо я что-то готовлю, либо мы заказываем, либо мы куда-то идем. Да, Айк Арменин. Испеки пирог. Айк будет в восторге. Он не будет в восторге, он много вот этой еды не любит. Он не ест сладкое. Ему много что не нравится там из овощей, из фруктов и зелени. То есть, много что. Да, ему даже вот элементарно гречка не особо нравится. Вот свой такой вкус. Не знала, что он не ездил. Да, я грусть делаю в 21 год. Грусть сделана, и можно кормить ребенка. Можно сделать. Это что за савдеповские, ну как бы, знания о том, что нельзя кормить? Кто это вообще, этот бред вам сказал? Всем он, кто сделал, спасибо. Пока. Да, про Иришку я знаю. Все, мне пора бежать, Соня уже на месте. Я желаю всем отличного настроения, спасибо большое вам за... Ну, блин, я взяла и одела на другую ногу туфель. Конечно же, в этот момент все мимо прошли и посмотрели. Так, ладно, всем, друзья, спасибо большое и пока-пока. Эй! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!